...на гимнастике Соединенных Штатов Америки, как первая спортсменка, которая завоевала награды на этапах Кубка Мира. Ну и затем экс-стонка, нынче украинка, Яника Вартолан. Вот так вот сразу у нас друг за дружкой девушки будут идти, поэтому смотрите внимательно, я думаю, что будет интересно. Ну а сейчас мы увидим выступление Полины Березиной из Испании. Это сильнейшая гимнастка Испании, личница, поэтому смотрим внимательно. Продолжение следует... Продолжение следует... Очень интересная музыка... Продолжение следует... 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 Молодец, Катрин. Начало упражнения, кстати, очень напоминало то, что было в прошлом году у Александры Солдатовой. Ждала, будет делать она турлян или нет. В итоге просто ограничилась равновесием. Отмечу прекрасные повороты в исполнении Катрины Чиды. Но мы пока смотрим повтор самых ярких моментов вступления Полины Березиной, которая получает 15,05 балла, 82 сложности Полины и 6,85 оценка за исполнение. То есть судьи достаточно строго отсудили. Но мы продолжаем смотреть. Сейчас появляется Екатерина Демина, представительница Латвии. Плакать мне так хочется, да слезы кончились больно, а мне так уходить. Как же так случается, все опять рассыпалось по ветру снежными хлопьями. Но где это там, где-то там остался ты, где это там, лишь там, 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 где нету меня. Плакать мне так хочется. Слезы кончились больно, а мне так уходить. Очень достойный набор элементов у Екатерины. И риски были, и элементы трудности предметом. В общем, все, что должно быть в упражнении хорошей гимнастки, все присутствовало. Лично мне немножечко не хватило эмоциональности, потому что мелодия была взрослая. Катя, может быть, чуть-чуть еще не доросла. Но мы смотрим повторы выступления Катерины Учиды. 15,6, 8,1. Трудность, 7,5 балла исполнения. Ну и сейчас увидим выступление Фани Петницкий. И потом уже пойдет целый поток очень сильных гимнасток. И Ашрам, и Пажава, и Тасева, и Зенка, и Вартала. Ну а пока смотрим выступление представительницы Венгрии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Молодец! Фаня справилась со своим упражнением, передала хорошо настроение. Думаю, обратили внимание, что у нее такой же поворот планшет, как и у нашей Кати Галкиной, когда мячик зажат стопой. Но не обошлось и без ошибок. Во время поворота ФТ случилась потеря. Сейчас обязательно каждые два поворота должны сопровождаться работой с предметом, потому что достаточно легко взять мячик в руки и крутить себе ФТ в свое удовольствие. Такого быть не должно. Ну а сейчас начинается самое интересное, как я уже анонсировала, линой шрам появляется здесь. В многоборе на чемпионате мира она стала бронзовым призером. На чемпионате Европы прошлого года завоевала бронзовые упражнения с обручем и булавами. И также она бронзовый призер чемпионата мира в упражнении с лентой. Очень интересная гимнастка, очень такая по-хорошему напористая, быстрая. Поэтому давайте посмотрим ее выступление. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нее много дорогостоящих элементов тела, в частности прыжков, потому что она мощная, она может выполнить по 6 прыжков, в то время как другие гимнастки делают по 3. И совершенно другая Соломе Пажава, которая делает акцент на артистизм и на красоту художественной гимнастики. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Знаете, у Соломе может быть не так много медалей, всего на международных турнирах она поднималась на пьедестал, была третьей на европейских играх в упражнении с лентой. Но та зрительская любовь, которая есть у этой гимнастки, ей может позавидовать любая другая. Но мы смотрим, как Линоя Шрам учится к своей очередной медали на этом этапе Кубка Мира и за упражнение с обручем получает 20,5 балла. Обходит она и Екатерину нашу, и Александру Солдатову. Вот сейчас показали вращение обруча на лице. Вот, кстати, Катрин Тасьева выйдет, у нее тоже есть похожий элемент, можно будет сравнить. Тут единственные нюансы, кто ближе к подбородку вращает, кто ближе на носу. Ну и посмотрим выступление Катрин Тасьевой, гимнастки из Болгарии. Очень-очень тоже хорошая, сильная гимнастка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чемпионки Болгарии в многоборе, в упражнении с булавами, с лентой. Ну вот, в прошлом году, даже не прошлом, позапрошлом, наверное, сильнее чуточку была Невяна Владинова. Сейчас вся болгарская гимнастика в личных соревнованиях очень сильно подросла, и Катрин Тасьева. Ну а сейчас мы посмотрим Лора Зенг, представительница Соединенных Штатов Америки. В позапрошлом году, если не ошибаюсь, она в Минске у нас завоевала свои первые награды этапа Кубка мира. И Лора, к тому же, бронзовый призер юношеских олимпийских игр. КОНЕЦ 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 Американка Лора Зенг, обладательница пяти бронзовых медалей этапов Кубка мира. Без ошибок она сделала свое упражнение. Скажу сразу, что оценка сломы, пожалуй, 17,3 и 17,9. Результат Катрины Тасьевой. Но напомню, что сегодня только разыгрываются места в финалах в упражнениях с обручем и с мячом. И также первая часть многоборья сегодня проходит. Но сейчас вашему вниманию Яника Варталан, я ее уже упоминала, гимнастка, которая представляла Эстонию, но тем не менее тренировалась в России у Александры Меркуловой, а затем неожиданно для многих переехала в Украину и теперь представляет эту страну. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот случилась в конце потери, и из-за этого дневмузику она немножко закончила. За каждую лишнюю секунду будет сбавка в 0,05 балла. Яника Варталан, кстати, к нам приезжала, еще когда она выступала за Эстонию, тогда мы на нее обращали внимание, еще она была вчерашней юниоркой, совсем маленькая, вот сейчас подросла. Но, как мне показалось, вначале было очень много суеты в ее упражнении, хотелось бы более какой-то плавности, хотя музыка, в общем-то, ритмичная, но все равно много лишних мелких движений. Оценка Лоры Зенг 17,8, 9,5, сложность 8,3 исполнения. И сейчас увидим выступление Алины Адилхановой из Казахстана, чемпионки Азии в командных соревнованиях. Кстати, сборной у Казахстана коснулась неприятная тема допинга. Сабина Ашарбаева была дисквалифицирована на два года, но дисквалификация, я так поняла, уже случилась после того, как спортсменка завершила свою карьеру. Ну, хочется верить, что спорт будет чистым. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok Джулия Медер из Австрии, следующий появляется на ковре. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Анна Юкаш, Венгрия Очень неплохое выступление гимнастки из Азербайджана. Не было у нее грубых ошибок, интересная ловля в конце, без зрительного контроля, без помощи рук. Это все идут, естественно, надбавки. И сейчас Норису Усманова из Узбекистана, вице-чемпионка Азии в командных соревнованиях. Я думаю, что ее выступление тоже должно быть интересным. В Узбекистане традиционно хорошо развита художественная гимнастика. Ну вот здесь вот как раз-таки нам повторили одну из ошибок Эвиты. 15,9 ее оценка. Азербайджана Азербайджана Очень хорошее выступление. Но было несколько помарок. Вот, в частности, пришлось спасать гимнастки предмет. Конечно, это лучше, чем потери. Потому что, напомню, в этом сезоне потери еще подросли в цене. Это минимум 5,7 баллов, если спортсменке приходится делать больше трех шагов. Но также есть еще такой пункт, как неправильная траектория при ловле. И поэтому, если спортсменка вдруг внезапно меняет свое направление, чтобы спасти предмет, то это тоже будут сбавки порядка полубала. И сейчас заключительная спортсменка. Нет, не заключительная. Еще трем спортсменкам выступать. Лаура Салис Очень похожая фамилия на нашу Анастасию Салас. Но это девочка из Португалии. Анастасия Салас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Много у нее интересных элементов предмета И риски она все сделала, и трудности предмета Сейчас ограничили число рисков пятью Раньше их можно было делать столько, сколько спортсмейка сможет ставить в свои упражнения Но сейчас минимум один и максимум пять Оценка Норисо Усмановой 15,55 Это 15-й результат, в финал она не попадает Но напомню, что здесь ведется еще борьба за высокие места В многоборе по итогам четырех видов Все оценки будут суммироваться И потом мы уже узнаем, кто какое место занял Сабина Залезакова, спортсменка из Чехии Ее упражнение с мячом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не обошлось здесь без ошибок Было две потери Причем одна на риске А это очень дорогостоящий элемент И также во время равновесия Она оперлась рукой о площадку Этого делать, конечно же, не стоило Тоже будут значительные избавки Лаура Салез получает 14,95 8,84 сложности 6,55 исполнения Еще раз отмечу, что из двух компонентов Состоит оценка у гимнастки Сложность ничем не ограничена Она может быть хоть 10, хоть 15 баллов Хотя, ну вот, в среднем Очень сильные личницы набирают по 11 сложности А оценка за исполнение Это 10 минус все забавки От судей исполнения И артистизма Ну и сейчас опять какая-то проблема У Сабины Ташкенбаевой Ну, спортсменка будет ждать Пока ей включат музыку с самого начала Потому что... Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Не обошлось, к сожалению, без потери У Сабины Ташкенбаевой Она, кстати, серебряный призер Этапа Кубка мира в Ташкенте В упражнении с булавами Ну вот видим, что Еще никому Вернее, очень часто К сожалению, девочки теряют предметы Есть те, которые и чисто проходят Свои упражнения Но не в случае сейчас Сабины Еще одна Сабина получает оценку 10,05 балла Тоже у нее были потери Ну и сейчас спортсменки Выполнят уже второе свое упражнение В том же порядке Хронологическом Ну, тот, кто выступал с обручем Сейчас будет выходить с мячом И первой откроется соревнование Анна Стоянова Ну, только мы немножко Еще подождем Я так полагаю Оценку Сабины Ташкентбаевой И затем уже перейдем К другой части соревнований Вот там промелькнула В судейской бригаде Мария Лазук Мария, серебряный призер Олимпийских игр нет Мария, а Мария там осталась сидеть Мария, серебряный призер Олимпийских игр Сиднея в групповых упражнениях Сейчас одна из наших Самых именитых судей А вот, кстати, и не Анна Стоянова А Дерия Демирос выходит Поскольку, я так полагаю Что у Анны какие-то проблемы И, скорее всего, она снялась С соревнований Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Очень интересная ловля была в конце И вот эта вот ловля И вот эта вот ловля, это как раз таки есть Тут элемент трудности предмета на 4 десятых Вообще такая заводная девушка Показала нам опять свой фирменный элемент Даже не знаю, как его назвать правильно Переворот на спине А Сабина Ташкинбаева получает 16,2 балла Не попадает она в финал с обращением Но, конечно, вот эта ошибка Она очень дорогая Сбавка в 1 балл Это вот только вот на этом она балл потеряла Сейчас мы увидим Полину Березину И ее упражнение с мячом Спортсменка из Испании Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин В одном моменте немножечко не поняла Когда спортсменка поймала мяч Потом его положила на пол Возможно так оно и было задумано Но вообще все переходы в упражнение Должны быть очень логичны И отвечать музыке Чтобы передавать характер Но оценка Дери Демирос 14,8 Для турецкой спортсменки Я считаю очень неплохой результат Но в финал она, естественно, не попадает Катрину Чида из Канады Ее сегодня второй выход на площадку Затем все спортсменки Отправятся отдыхать И завтра уже продолжат Свой соревновательный марафон Ферешки, ферешки, ответьте Почему я посадил? Это же я Послушай, это совсем А я тебе тоже Катрину Чида из Канады Can anybody find me Somebody to love Продолжение следует... 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 Но сейчас Линой Ашрам, которая в упражнении с обручем стала первой, обошла она Александру Солдатову и Екатерину Галкину. И сейчас ее второй выход на площадку упражнения с мячом. Монтир и ма мемои и сзади с дымфин, и ле миян в этом мирои. Екатерина, еще одна часа, еще одна лама, и бонзер, и фавор, как у нее феер, у меня 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 феер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень тепло ее принимает здесь публика. Упражнение у Линой мега сложное. Вам сразу скажу, я думаю, что зрители обратили внимание, сколько у нее ловли, и все они без зрительного контроля. И вообще даже сложно представить, как можно таким образом мячик поймать. Оценка Фани Пигницкий 14,3. Но про Линой еще скажу, что она служит в армии, выполняет секретарскую работу, и с 8 до 11 каждый день, за исключением дней соревнований, она приходит, отдает свой долг родине, но затем уже идет тренироваться и защищать честь Израиля на гимнастическом ковре. Следующая гимнастка Соломой Пажава. Очень артистичная, очень нежная, красивая. Гимнастка Соломой Пажава Соломой Пажава. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Неплохое выступление Яники. Больше мне понравилось, чем предыдущее. Ну а это повтор упражнение с обращением Лоры Зенг. Ее оценка 17,4. 9,1 сложность, 8,3 исполнения. Яника не заявлена пока что на чемпионат мира за команду Украины. Там будут другие спортсменки выступать. Но мне кажется, что если она докажет свой высокий уровень здесь, на этом этапе Кубка мира, у нее наверняка появятся шансы. И сейчас небольшая заминка, поскольку следующая спортсменка будет с тем же предметом выступать, поэтому надо дождаться оценку Яники. И Алина Дзилханова появляется на ковре. Напомню, что она чемпионка Азии в командных соревнованиях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Небольшие помарки были, конечно, в выступлении, но в целом очень хорошее впечатление оставляет после себя гимнастка. И оценка Алины Аделхановой 16,15 балла, 8,6 в сложность, 7,55. Оценка за исполнение, финал она не проходит. Но здесь очень много гимнасток, очень таким насыщенным получилась соревновательная программа этого этапа Кубка мира. Наверное, даже рекордная, почти четыре десятка стран, несколько сотен спортсменок. Но это все потому, что соревнования проходят в преддверии чемпионата мира. И приехало много спортсменок из Новой Зеландии, приехали, американки сюда приехали, и из Азии, из всех сильных стран приехали, и даже представительницы Индии будут у нас соревноваться. Все хотят подготовиться к чемпионату мира, который, напомню, пройдет в Болгарской Софии уже через три недели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Я думаю, вы обратили внимание, как ее купальник и мячик гармонирует с общим оформлением зала и даже запасные предметы похожего цвета. Неплохое выступление, но, наверное, есть все-таки больше претензий по работе в элементах тела. Поворот не совсем чисто был выполнен. Оценка Александра Подгоршик 16 баллов ровно, 8,8 сложность. Так вот, что касается австрийской гимнастки Джулии Мэдера, то даже не уверена, что зачтут ей поворот в планше, потому что обязательно надо выполнить базовый поворот. Он здесь составляет 360 градусов, а там спортсменка ошиблась. И следующий выступит Кармен Мари Аэсма, чемпионка Эстонии. КОНЕЦ 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 Болгарские групповички И почему-то у меня сразу первая ассоциация с этим групповым упражнением Не зря говорят в художественной гимнастике Если берешь чью-то музыку, то должен показывать упражнение не хуже, по крайней мере Чем те гимнастки, с которыми эта музыка ассоциируется Оценка Джулии Мэдер 11,35 балла И сейчас Дарья Сорокина из Азербайджана Выполнит свое второе упражнение на сей раз с мячом Азербайджана Азербайджана У бедной Дарьи было аж две потери В чем достаточно серьезные И в одном из рисков ей пришлось долго ждать, пока мячик прилетит ей в колени Здесь тоже уже на усмотрение судей, насколько они будут суровы И засчитают этот элемент, либо нет И вот, чтобы мне еще бросилось в глаза, это очень четкие акценты Хотя музыка лирическая, хотелось больше плавности, нежности Но пожелаем Дарья удачи на следующих стартах И тем более и завтра еще выступать А оценка Кармен-Мария Аэсма 14,8 8,3 сложности 6,5 баллов исполнения И Вита Грискинос Из Соединенных Штатов Вместе с Лорой Зенг Они здесь представляют эту страну И будут выступать на чемпионате мира Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Оно многим понравилось Очень тепло здесь приняли американскую гимнастку Вообще в Соединенных Штатах Последние годы художественная гимнастика очень хорошо развивается Всегда номером один Там была, конечно, спортивная женская гимнастика Но сейчас появилось достаточно много сильных художниц, и та же Лора Зенг, которая вошла в историю как первая призер этапов Кубка мира, как медалистка юношеских Олимпийских игр, она тоже сыграла в этом свою роль. Ну и вслед за ней вот появилась и Вида Горискин, и Камила Филли, тоже очень неплохая девочка из Штатов. И сейчас мы увидим выступление Анны Юхош из Венгрии. Анны Юхош из Венгрии Анны Юхош из Венгрии Анны Юхош из Венгрии Анны Юхош из Венгрии Анна Юхош из Венгрии Анны 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 Юхош из Венгрии Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тоже мы посмотрим, но пока не Салас, а Салис и не Анастасия, а Лаура, представительница Португалии. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok